В минувшее воскресенье в Комсомольске с концертной программой выступил автор-исполнитель Павел Баканов. Участник и лауреат фестиваля, путешественник, блогер, писатель и режиссер из Хабаровска представил на суд публики новую концертную программу «Длинные тени в полдень» в кафе «Луна» в стиле фьюжн-акустика. Ежегодно он сочиняет новые песни с едкими текстами, отражающими нашу действительность и внутренний мир исполнителя. Павел объездил с концертами весь Дальний Восток, выступая в том числе в деревнях и селах. Эти поездки в итоге стали основой для его первой книги «Голоп по нищим селам», которую автор презентовал во время выступления. Павел ответил на вопросы зрителей, рассказал о поездках по стране и интересных встречах, исполнил как серьезные философские песни, затрагивающие вопросы морали и веры, так и шуточные, как охарактеризовал их сам автор, придурковатые. Исполнил также несколько песен на нанайском языке, в том числе за авторством Памсакеле. Вспомнил автор и о хабаровском музыканте Николая Никитине, исполнив песню «Хватит есть землю». После двухчасового выступления нам удалось поговорить с, пожалуй, самым неординарным автором-исполнителем Дальневосточного региона. Ты говорил, что в школах часто выступаешь. Всегда ли школьники, скажем так, переходят, как у Моргенштерна, в стан твоих фанатов? Вот как это можно... На Ютьюбе сегодня упоминалось 200 с чем-то подписчиков. Основной контент молодежи, естественно, сидят социальные сети, видеосервисы, всякие, тиктоки и так далее. Вот сколько примерно процентов от молодых людей, которые ходят на твои концерты или которых в школе, не будем говорить, пригоняют на концерты, но тем не менее, в большинстве случаев оно так и выглядит. Сколько из них становятся твоими фанатами, сколько из них твоё творчество понимают и проникают в них? Ну, меньшая часть и, скажем так, процентное соотношение тех людей, которым близко такое творчество относительно общего числа людей, оно относительно возраста практически не меняется. У меня получается где-то от 14 лет уже молодые люди уже, в принципе, способны воспринимать такого рода творчество. А дальше уже я видел на концерте людей всех возрастов. И то, кому это приходится по душе, зависит только от психотипа, что ли, менталитета, склонности к каким-то размышлениям, поискам каким-то смысла жизни, тягу к задаванию каких-то вопросов в жизни. Вот если это есть у человека, то чаще всего он как-то к моему творчеству положительно относится. Скажем так, это думающий, читающий, мыслящий. Да, но таких меньше половины, намного меньше половины. Ну и среди школьников однозначно. Потому что школьники, которые, допустим, выступаю, если я для них выступаю, то это срез общества, получается, там все категории. Поэтому если именно школьников брать, то там тоже будет меньше процент, меньше половины. А так на концертах, на которые люди сами приходят, там уже приходят люди чаще всего априори, которым именно интересна такая музыка. Потому что когда даются анонсы, там даются и примеры исполнения, и старые записи, поэтому чаще всего люди знают, на что идут. В первую голову Павел Баканов это журналист, музыкант, путешественник, писатель, философ, не знаю, кто это? Ну, я все-таки себя считаю как музыкантом, а все остальное почему-то стало вытекать из моей музыкальной деятельности. Я думал всегда, что я буду заниматься только музыкой, и к этому шел. Ну, жизнь ставит такие, мне никогда не ставило простых задачи. Я не думал, что я стану писателем когда-то, а вот пришлось им стать, потому что меня стали просить что-то, рассказать им о том, что я видел в своих поездках, и как у нас народ живет. Сперва там просили фотографии скидывать и просто рассказывать что-то. Ну, я стал писать, блог стал вести такой регулярный. А потом сказали, что ты книгу не выпустишь, интересно же. Ну, вот так появилась первая книга, вот меня надоумил уже конкретно ее издавать. Известный путешественник Антон Кротов. Ну, и я так понимаю, что это уже книга только именно первая, потому что дальше будут уже и следующие. Я сейчас уже работаю, заканчиваю работу над следующей книгой, которая уже будет про Россию. А первая книга про Дальний Восток. Ну, вот так вот. А журналист, ну, это несколько... Я себя так не называю, это как-то уже почему-то стали так называть. Ну, потому что у меня мои публикации, которые становятся главами книги, это публицистика такая в основном, которую, в принципе, можно как к журналистской работе приравнивать. Ну, я не публикуюсь в никаких газетах, хотя я являюсь создателем сайта Дебри ДВ, такой известный на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Это считается как электронное периодическое издание, которое освещает общественно-политические вопросы. Но я там как разработчик, администратор и редактор, другой человек, хабаровский журналист. Вот. Ну, я публикуюсь на этом сайте, но я публикуюсь в режиме личных блогов, там может любой публиковаться. А так, чтобы мои публикации, чтобы попадать на первую ленту, это уже иногда бывает, что мои публикации, которые посылают в блог, их публикуют в общую ленту, если они соответствуют какой-то актуальности сегодняшней. Ну, было так несколько раз. Но у меня нет какой-то цели такой вот. Я не зарабатываю этой деятельностью. Это не моя профессиональная деятельность. Все-таки я себя считаю в первую очередь как музыкант и автор песен. Презрев наклонности к речам, оглохнув напрочь к новостям, я продлеваю себе жизнь. Шагнув на волю в свой мираж, сменив покой на шалаш, я продлеваю себе жизнь. Свободный вдох и чуткий слух, и тишинный звенящий звук, я продлеваю себе жизнь. Ну, скажем так, в июне, по-моему, июля месяца у нас был Костя Берников и привез в подарок радиостанции как раз вашу первую книгу. Ну, это бомба. Даже, скажем так, не каждый журналист на Дальнем Востоке вот такую правду о том, как живет, я бы не сказал, периферия, но да, там за чертой вне городских вот этих наших стен, что там, оказывается, тоже есть жизнь, и она порой бывает не только серых красок, да, но в большинстве случаев печальная картина там. Так что, ну, для меня, по крайней мере, я всегда ищу просто сравнение. Вот для меня, собственно говоря, это книжка, какие, не знаю, потемкинские деревни, какие, знаешь, про сравнение, давячи на ютубах на тех же самых, нашел замечательного исполнителя в Великобритании, он работает с 2015 года, года уличный музыкант Кейн Коул. Играет на гитаре, тоже у него там на фузе он играет, гранж такой, хард-рок, ножные инструменты у него ударные, вот, но чем-то быть с ним родственные души такие, то есть он проповедует тоже здоровый образ жизни, за экологию борется, ездит по разным городам, выступает перед разными людьми, да, дарит там добро, его считают в Британии, вообще он очень сильно якобы похож на Иисуса Христа, но хотя я не знаю, не нашел никаких таких особых там черт. Почему акустическая гитара, почему именно вот такое камерное общение, почему не бэнд, для, скажем так, для широкой аудитории, да, акустика всегда ассоциируется, тем более акустика такая, которая, я бы сказал, тяготеет к арт-року, она ассоциируется всегда с бардами, а бардов у нас, ну вот Акуджава, Висбор, Высоцкий, а все, что после, ну как-то, ну барды, ну ладно. Ну вот Вы назвали имя Костя Берникова, это мой друг, музыкант, и, кстати, мы с ним собирали группу, он по его инициативе у нас... Кстати, да, был какой-то проект Торосы. Торосы бэнд, да. Торосы, есть у меня такой студийный проект, я так называю, у меня есть несколько студийных альбомов, где я приглашаю других музыкантов, сам занимаюсь аранжировкой, и вот эти песни, которые звучат, они звучат уже в полной аранжировке, с там, с другими инструментами, флейта живая звучит. Это альбомы, а не массовые выступления. Так, а массовые выступления, ну тут я ставлю перед собой задачу ездить и выступать много, вот. А ездить, выступать с командой, я не знаю, как это организовать, это все очень слишком сложно. Нет таких сумасшедших, безбашенных людей, которые потащатся куда-то по деревням, столько времени на это потратят, и какой-то риск, там бывают самые разные. Ну, я не встречал таких людей, поэтому мне проще в этом плане работать одному. Ну, приходится, конечно, поскольку я стараюсь добиваться какого-то звука такого серьезного, ну, а я не приемлю никаких минусовок, никаких халтур в принципе. Поэтому в последнее время я очень много работаю над звуком одной гитары всего лишь, чтобы она звучала так, чтобы она оказалась самодостаточной самой по себе. Ну, я не знаю, как долго это еще будет продолжаться, может, все-таки я соберу команду, у меня есть такая мечта, но в первую очередь я стараюсь именно, чтобы были концерты, были песни, и как-то это все шло, независимо от того, каковы мои возможности. Но сегодня мои возможности таковы, что я работаю пока в акустике, только в одной. Ну, в этом тоже есть какая-то ценность. Меня здесь никто вообще не держит, и здесь мне нет таких вот каких-то заморочек, что надо как-то думать над тем, как это будет в аранжировке с кучей музыкантов, работать с ними, это тоже такая работа. Ну, то есть вот как в свое время Юрий Наумов подошел к такому пониманию, что проще одному все делать. Ну, и мне тоже проще одному все делать, хотя я и мечтаю когда-нибудь собрать группу. Я в полне, в полне, я доволен с собой, и я хочу, хочу, ничего не хочу, жирный блюз, опа, опа-на, опа-на, жирный блюз, опа, опа-на, я могу, я могу, да и всех вас, да и всех вас, эй, бармен, эй, бармен, погромче сделает шанс, опа, опа-на, опа-на. Касаемо рассуждений о Дальнем Востоке, один мой друг сказал как-то в шутку такую вещь, если ты сильно грешил в жизни прошлой, то родишься в России, а если ты очень сильно грешил, то родишься в Комсомольске-на-Амуре, на Дальнем Востоке. Вот как тебе, ты поездил, да, и на северах был, и здесь практически весь Дальний Восток объездил, здесь нужно жить, стоит жить, стоит ли здесь за что-то бороться, я не знаю, что-то строить, или проще все бросить, но уехать там будешь популярным, и не будет никаких проблем. Я не хочу никуда уезжать, тем более, что когда ты ездишь столько времени, хочется наоборот куда-нибудь вернуться и никуда не ездить. Мне хочется вернуться на Дальний Восток, потому что я, когда съездил по северам страны, в ноябре, в декабре месяце, мне что-то так, я почему-то понял, что я ужасно, ужасно люблю Хабаровск. Они там живут без солнца, я не понимаю. Лучше, хотя зимой, зимой в Хабаровске холоднее, чем во всем Заполярье, там на западе страны, вот, но я так понял, что лучше в Хабаровске зимой лицо обморозить, чем там вот жить вот так вот без солнца. А экономически? Ну, это настолько все, такие нюансы, я даже не скажу, что здесь прямо настолько хуже жить, что прямо, что отсюда нужно непременно сваливать. Сейчас есть, времена очень сильно меняются, сейчас есть возможности удаленно работать, вот, экономически. экономически. Ну, сейчас вот как-то, я не знаю, как получится у наших руководителей государства реализовать планы все-таки по подъему Дальнего Востока. Ну, да, экономически, что там на Западе, дешевле некоторые продукты, а некоторые не дешевле, я смотрел уже по ценам. Что-то лучше, что-то хуже. В Москве у меня была проблема найти просто свежий хлеб. Я там просто стал покупать, как-то как ежи, я стал покупать вот эти сухие диетические хлебцы, ну, что они как сухари практически. Хлеб вот весь во всех магазинах, как будто весь вчерашний. В любом деревне можно свежий намного вкуснее хлеб, и картошка свежая намного вкуснее, чем вот египетский картофель в супермаркетах, а в Москве он еще и хлеба просто не купишь. Это что-то как-то было, ну, какие-то такие нюансы, что молочный сыр почему-то на Дальнем Востоке дешевле. Ну, вот, как бы, я даже не могу сказать однозначно, что на Дальнем Востоке жизнь дороже. Ну, в чем-то дороже, в чем-то дешевле. Здесь какие-то плюсы, какие-то минусы. Вот. Может быть, в целом по ценам дешевле жить в Москве, но я не знаю, как они живут без солнца в унылое время года с таким смогом. У них ни зимы толком нет, ни солнца нет. И природа очень далеко дикая. И природа, во-первых, сама по себе далеко от Москвы. Все москвичи, которые живут там, они стараются почаще из Москвы свалить. И далеко, вот, куда-нибудь. Постоянно у них вот эта вот нехватка чего-то живого, естественного. Там, кстати, много очень путешественников, вот таких заядлых. Но я так понимаю, что их задалбывает мегаполис. А Хабаровск, где я живу, там через дорогу перешел, уже попал в лес, в питомник уже фактически. И уже фактически ты в лесу. Вот. И Хабаровск я не нахожу, как самый плохой город, что тут самые грешники только рождаются. Наоборот, мне кажется, есть места просто недооцененные. Есть такое считавшийся, когда-то самый страшный город, еще Чита такой есть. Самый, такое все время был, первое место занимал по криминалу. Я в Чите долгое время пробыл, последнее время там, приезжал туда несколько раз. И там есть свои прелести, таких которых нету. Там сопки такие, где вот, причем с таким обзором красивым, в лесах войны, по которым можно гулять, ходить, не как у нас вот здесь, в Хабаровском крае, тайга с зарослей. А там везде что-то есть, везде что-то хорошее есть. Это уже просто от вкуса зависит. Это не от того, что где-то лучше, где-то хуже, кому-то лучше, кому-то хуже. Кто-то, допустим, родился, вырос в Чите, уехал, а потом вернулся в Читу или говорит, что меня тянет в Читу назад. Или вот недавно я услышал такое, что если ты 30 лет прожил на одном месте, то не рекомендуется куда-то переезжать уже. В этом уже и смысла нет, и как-то это даже вредно будет. И ни в коем случае не путешествовать. После 30. Хорошо, Паш. Человек настолько начитанный, настолько любящий общение, постоянно в дороге находящийся. Откуда столько времени, откуда, где деньги, Зина? Откуда вот это все? Ну, скажем так, не то, чтобы я достаю много денег, я просто экономно все это делаю. Когда вот есть такое понятие Дхарма, это восточное понятие, и однозначно говорится, если человек следует путем своей Дхармы, все его проблемы решаются. Непостижимым образом они как-то все равно решатся. Откуда-то деньги начинают браться, какие-то, что-то тебе дарят, вот меня задаривали вещами там в дороге, и у меня в очень страшном, страшный стал рюкзак, мой предыдущий большой рюкзак был, но он в таком непотребном состоянии стал постоянно заштопанный, зашитый, подвязанный, и такой весь ужасный был. Но я его до сих пор эксплуатировал, на это стали обращать внимание люди, у которых я останавливаюсь. Мне в общей сложности предложили 5 рюкзаков, 4 в Москве, 1 в Казани, и из них я выбрал 2, и так это моя проблема решилась. Мне еще там разные, там по мелочи что-то дарили, бывали дорогие подарки. За ночлег я никогда не плачу в своих поездках, так как я нахожу людей, которые меня с радостью принимают у себя, и я единственное плачу только за проезды, и там за еду, которую я и так покупаю, если я даже никуда не езжу. Ну, основной моей статьей расходов, это проезды, которые окупаются, если я даю концерты. Концертные сборы обычно покрывают ездовые расходы, если вот ездить недалеко, и постоянно давать концерты. Если не летать на самолетах, вот на большие расстояния, вот ехать долго и все время с концертами, то вся дорога в принципе окупается. Вот, так что... А то, что это все так долго, ну, я к этому шел, и поэтому я как-то уже так примерно выстраиваю жизнь из своих возможностей. Ну, я планирую дальше заниматься этим. Плюс еще теперь уже на концертах предлагаю приобрести мои книги. Вот в этот... Это уже... Ну, вот книга появилась, получается, весной, но я концертов не давал. Но вот пошли буквально первые концерты, на которых я пытаюсь как-то книгу реализовать. Ну, раньше я диски продавал, сейчас вот уже с книгой. Книга это даже уже как-то поинтереснее. Это уже дополнение к музыкальному мероприятию. Это уже слепок личности такой, мысли человека. Что, ну, скажем так, да, любой творец, он что-то в своем творчестве исследует и пропагандирует, пытается что-то донести. Ну, берем Чехова, Толстого, Достоевского, да. Что Павел Баканов пропагандирует и пытается донести? Какую цель преследуешь вот в этих во всех поездках? Ну, тут сложно сказать каким-то одним словом. Творчество — это всегда попытка поделиться своим внутренним миром. А уж что там на душе, может быть, все что угодно. Какие-то могут быть что-то и наболевшее что-то, либо какая-то радость может быть, что угодно. Поэтому что-то конкретно тут сказать очень сложно. Они могут быть какие угодно. У меня на самые разные темы песни, но, как правило, я стараюсь просто понять жизнь, понять себя. И вот это творчество — это часть какого-то духовного роста. И вот это вот какие-то... Каждая песня — это как какой-то пройденный этап, который завершен, какие-то выводы подведены, какие-то мысли сформированы. Они в виде песни вот так вот находят такое выражение. Поэтому тут сложно сказать конкретно, что именно я несу. То есть каким-то словом выразить. Потому что у меня даже стиль со временем меняется. Раньше играл много ближе к рок-музыке. Сейчас уже столько элементов и этнических, и экспериментальных. То есть я уже раньше писал на афишах рок-акустика. Сейчас пишу фьюжин-акустика. Не знаю, что будет завтра. Может, завтра будет и группа какая-то когда-нибудь. Я не знаю. Это все изменяется. А, кстати, вот по поводу изменчивости, а до нанайского творчества как докатился? Меня пригласили нанайцы к себе. Им нужен был кто-то, кто сможет сделать аранжировки к песням. И мы занимались записью нанайского альбома. Я ездил к ним в село Ачан. Есть такая певица Нина Павлана Гейкер. Вот мы с ней этим занимались. Мы записали альбом нанайских песен, где она их спела. Моя задача была сделать музыкальную аранжировку, записать все это дело, свести. Даже и диск оформлял, и сайт им даже делал. То есть всем занимался. Но когда я в это дело плотно втянулся, мне самому понравилось такое разнообразие музыкальное в жизни. Я уже и сам начал петь нанайские песни. Некоторые из них сегодня прозвучают. А вот песни на стихи Памсаке Лея, это твоя авторская музыка? Нет, нет. Это все их авторство. Это просто моя интерпретация, моя аранжировка здесь. А музыка тоже нанайская. Ну то есть она уже была тем, кто писал. Просто капельная. У меня даже одна такая интересная задача стояла. Было несколько песен, записанных где-то году в 93-м. Нина Павловна спела капельно вот эти песни. Ну и они были записаны где-то там в студии в Амурске. А моя задача была на старую запись голоса, которая там была, сделать аранжировку электронную, наложить эту старую запись голоса, чтобы все прозвучало. Вот пара таких песен, они есть вот в записи уже, да. Как дождать альбом? Так, ну альбом уже есть, он уже в сети есть. Вот этот нанайский альбом называется «Со словами предков пою». Он у меня есть, кстати, на сайте. Правда, не все вошло в альбом. Что-то как бы до лучших времен, видимо, отложено. И там у меня на сайте тоже есть, там на задворках. Ну а этот альбом можно послушать у меня на сайте. Он есть и в социальных сетях тоже. Что бы пожелал слушателям радиостанции, подписчикам газеты «Для Несучни Комсомольск», комсомольчанам? Непростой вопрос. Вообще, что желать людям? Ну давай вот в сегодняшних реалиях. В сегодняшних реалиях. Сегодня так мир меняется. Я бы пожелал просто чаще задумываться над целью своего существования. Потому что это и определяет то, насколько человек тот путь, насколько человек сможет себя сделать по-настоящему счастливым. То есть, именно если он сможет ответить на этот вопрос, в чём его предназначение. И вот я бы хотел всем пожелать того, чтобы прийти к этому пониманию и стремиться всегда к этому пониманию, потому что от этого зависит успех жизни, скажем так, с позиции вечности, вот как вот нас оценивают. Как ты сегодня привел фразу, да, спустя пять минут, известно, как нужно жить. Как нужно было бы жить, да. Ну это известное высказывание. Ну вот к этому пониманию нужно стремиться при жизни. Вот они когда уже будут. Вот я бы хотел пожелать всем достичь этого понимания. Фактически это будет просветление, да. Но к этому надо идти. Может быть, для этого понадобится целая жизнь. Но если мы будем к этому идти, это означает, что мы будем развиваться. Как личности мы будем постигать самое главное, а не какие-то вещи такие, которые в целом в какое-то время они нужны, актуальны, а потом в конце жизни они оказываются какими-то пустыми, ненужными. Спрашивается, зачем жил. Вот чтобы этого вопроса не возникло в конце, нужно стремиться к правильному пониманию вещей. Редактор субтитров А.Семкин